Безопасность данных под абсолютной защитой. А это, например, в ходе военных учений на Крайнем Севере или антитеррористической операции в пустыне очень важно. Вообще о борьбе с международным терроризмом на форуме говорят в первую очередь. И здесь, конечно, у российских специалистов есть чему поучиться. Делегации из Казахстана, из Индонезии, из Канады, из Китая. То есть вообще интерес... Надо сказать, что вот этот рынок технологии борьбы с терроризмом или рынок технологии кибербезопасности, он глобальный. И у России есть и своя репутация в этом деле. Многие иностранные делегации прибыли сюда, чтобы посмотреть, как у нас, и предложить что-то своё. Япония и Россия сейчас обсуждают сотрудничество в области создания дронов, а именно в тех сферах, которые связаны с различными отраслями промышленности. Будущее уже наступило. Российский разработчик системы распознавания лиц, по сути, дал роботу глаза. Технология компьютерного зрения помогает бороться с банковскими махинациями. Вы просто открываете веб-страницу, клиент не должен ничего скачивать. Миллионы лиц в секунду система мгновенно распознаёт клиента. И взять, например, кредит по поддельным документам уже не получится. Если вы пробуете войти под моим аккаунтом, то есть, допустим, украсть мои деньги, то есть система доступ вам запрещает. Современные технологии и в зоне досмотра лужников. Тут даже стеклянную бутылку не пронесёшь. Не то, что пиротехнику. Вот это детектор взрывчатых веществ. Вот это детектор опасных жидкостей. Да, и прибор выдаёт тревогу. В этом случае это означает, что обнаружено взрывчатое вещество. За безопасность на главной футбольной арене страны отвечает компания, которая обеспечивала антитеррористическую защиту олимпийских объектов в Сочи в 2014-м. По периметру лужников и в чаши стадиона 3000 камер. Вся информация стекается в центр управления. С точки зрения безопасности предстоящий чемпионат мира, уверены специалисты, обещает стать образцовым. И здесь, на форуме, зарубежные эксперты уже начали перенимать российский опыт.